Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые, красивые, трудоголики, хотела сказать, рукодельницы. Мои хорошие, я получаю много-много писем от вас, и письма такие, что в основном... Сейчас я прочитаю. Вот я сейчас в таком состоянии, когда хочется бросить всё, хотя совсем не хочется. То есть и хочется, и не хочется бросить. А всё почему? Потому что кто-то влияет на наше мироощущение, на наше, что мы чувствуем. Вот я хочу это делать, но народу вокруг меня не нравится, что я делаю. И ещё такие моменты, когда у женщины всё хорошо получается, все вокруг прям готовы, там, муж, о, ещё, заработок дополнительный, рады и счастлив. Когда ничего не получается, когда затишье наступает, что происходит? Начинается вот это гнобление. То есть это как проверка, как лакмусовая бумажка. Действительно ли вам это нравится? Действительно ли вы вот стоите на этом, и вот вы делаете это не ради денег, а ради того, что вам хорошо? Вот сейчас вот очень всё убыстрилось. Вот сделал какое-то дело, последствия сразу же пришли. То есть сейчас человек замечает, что он делает, и самое главное, на себя внутрь обратить внимание. Внутрь. А что я сейчас чувствую? Вот у меня в августе, я буду всё на своих примерах, потому что я не могу делиться чем-то, что я не прошла. У меня такое состояние было когда? В сентябре. В сентябре, когда я тоже что-то вот, какое-то затишье такое было. Я думала, чем же заняться, что же сделать? Ну, я решила подарить куклу, да, устроила розыгрыш по кукле. И вы знаете, как я вот, вот когда ничего не хочется, всё это делается как-то вот с натягом, да. И я когда эту куклу девушке отсылала, я даже её не положила в коробку. Понимаете, я раньше делала с радостью, с вдохновением коробки. Вот укладывала, чтобы всё красиво было. А когда затухает всё, да, внутри ничего не хочется, вот даже... И вот сейчас меня эта мысль, она вот меня как-то, вот она отпечаталась у меня в мозгу, что вот кому-то я отправила вот такое вот всё, как сказать-то, ну, не доделала, да, до конца. И меня это тоже вот... Я себя простила, я себя люблю. Но я хочу сказать о том, что когда мы в таком состоянии, настроении, то лучше ничего не делать. Лучше даже не задумываться о том, что брошу, не брошу, пойду туда, не пойду туда. Просто отложить всё и заняться собою. Как заняться собою? Сделать то, что нравится. Что нравится? Такие вопросы мои. Вот пробовать всё. Я пошла в бассейн. Ну, мне не очень-то нравится. Мне больше нравится в море плавать, да, в океане. Но если нет возможности туда поехать, да, пойдём в бассейн, там поплаваем, поныряем. Массаж делать, в баню сходить. Ну, много всяких разных вещей. Я тоже ищу эти вещи, что меня вот, что меня вот мурашит, да, до мурашек прям, вот что мне так нравится, приятно. До мурашек у меня все идут вебинары только. То есть, когда я что-то изучаю, когда я что-то в себя вот, что-то осознаю и понимаю, у меня прям мурашки бегут по телу. Вот меня это радует. Ну, доход, он всегда разный, да, и он то падает, то вниз опускается у тех людей, кто работает на себя. И когда мой доход падал, я чувствовала себя очень некомфортно. Я думала, ну всё, чем дальше заниматься. И на самом деле в этот момент надо не об этом думать. Да, и такой хороший момент, когда я изучала Библию, там тоже было в Агеи, по-моему, у меня сейчас Библии нет с собой, там было написано, даже если ваше поле не принесло зерна, или смоковница завяла, или маслина не принесла плодов никаких, я всё равно радуюсь о том, что Бог для меня сделал, что Иисус Христос для меня совершил спасение. Понимаете? И вот эти моменты, когда мы падаем, да, ну не падаем, ладно, а вот уходим в... Не депрессия, это не депрессия, это уныние, да, такая апатия, уныние, когда ничего не хочется. Это говорит о том, что мы далеко отошли от Бога, от себя далеко отошли. Мы просто перестали чувствовать жизнь и радоваться тому, что у нас уже есть. Вот запомните эти слова, пожалуйста, потому что когда мы ставим цели великие, да, мы к ним идём, и при этом нам хочется, да, у нас есть что-то, но нам хочется большего, что получается у человека? Недовольство, да, вот недовольство всем вокруг. У меня даже было такое недовольство, я даже с мужем со своим золотым хотела разводиться. Это вот такие, вот такие горки, которые нам даны для осознания, для осознания нашей ценности в этом мире. Вообще много есть, я всё перескакиваю с темы на темы, у меня столько мыслей, и я хочу всё это сказать, но я чувствую, что я в одном видео не уложусь. Ну, в общем, надо правильно просыпаться. Первые 10 минут, они влияют на то, как весь день у вас простроится. Я как-нибудь вам расскажу, как я просыпаюсь, но я к этому пришла тоже именно в тот момент, когда я перестала испытывать счастье. Счастье – это с частью, да, у нас много частей. И если мы с какой-то из нас, из нашей части, вот не совпадает, да, у нас что-то, то есть одна наша часть хочет этого, вторая часть – этого, и вот такой вот происходит раздрай. То есть вот такое не происходит соединение, а раздрай происходит. То нам плохо, мы несчастливы. Вот об этом тоже потом расскажу, если захотите. В общем, давайте вот подытожим, да. Когда я начинала, сейчас опять вернусь в прошлое, когда я начинала с кукол, я начала их шить в 17-м году, именно вот таких кукол. Раньше я шила, шила, конечно, других немножко там скульптурные были лица, текстильно-скульптурные из чулок, а сейчас, в 17-м году, я начала шить кукол интерьерных. И когда я их начала шить, я так горела, я снимать начала мастер-классы, хотя я не умела не снимать, ничего делать вообще. Я стала это всё выкладывать, пошёл отклик от людей, да, всем нравилось. Потом что произошло? Потом я начала продавать. И я так увлеклась этим делом, что я целый год практически рекламировала только продажу своих мастер-классов. И дошло до того, что я какую-то, как это назвать-то, не хочу я этого больше делать, это какое-то отторжение внутри произошло, что вот я сижу и говорю, покупайте мой мастер-класс, давайте, вот не хочу я этого делать, вот представляете, вот у меня дошло до этого. То есть, как-то всё меняется внутри, да, ценности тоже, ценности они есть, но всё равно как-то мы отходим от них и опять начинает нас к ним же и прибивать. И вот сейчас я начинаю переводить свои мастер-классы на другие языки, потому что многие пишут, что ничего не понятно совсем, ну, из других стран. Я раньше думала, что непонятно, если так видно по видео всё, да, как человек руками делает, но действительно бывает непонятно. И я сейчас испытываю удовольствие, я никогда этим не занималась, переводя мастер-классы, делая субтитры на своих видео. У меня их много-много-много, я теперь делаю субтитры на них на всех. Я занята, я, хотя у меня куча лежит здесь материала, мне надо столько сшить. Ещё у меня три мастер-класса в задумке, но я, так как я не хочу продавать, они у меня как-то вот и стоят там, ждут меня, ждут, когда я созрею. То есть, теперь я всё делаю по вдохновению, по желанию. И поэтому, если вы хотите всё бросить, вот бросьте всё сейчас и идите почитайте книжку, идите полежите, в ванной расслабьтесь наконец-то, ёлкин хвост. Ну, просто надо себя, вот наше тело, оно нам дано здесь на земле, да, чтобы оно физическое, его надо как-то кормить, физическими упражнениями сдабривать, так можно выразиться. В общем, так много всего на земле, чего мы не делаем, а обращаем внимание только на свою работу и сколько мы денег получаем. Но это не критерий нашего проживания здесь на земле. Это просто дополнительные бонусы, можно даже так сказать. Вот я это сказала, у меня ж мурашки побежали. Наконец-то я до этого дошла до чукла. А то когда, понимаете, когда ты зависишь от других людей, да, понравится, не понравится, начинается психоз какой-то внутренний. Не, 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 не в растении, нет, ну, я не знаю, как это назвать, но, в общем, начинается какое-то к себе сравнивание. А вот ещё я вам хочу сказать, как у меня ещё было. Когда я просыпалась с утра, я сразу открывала телефон, смотреть там новости первые, да, поступившие, что там, как там, Инстаграм открывала и смотрела на жизнь людей, преуспевающих, кто там путешествует как-то. Я же тоже этого хочу, я же тоже мечтаю об этом. И вот я смотрела на них, и я себя потом так плохо чувствовала. Я не из-за зависти, а из-за того, что я чувствовала, что я какая-то не такая. Какая-то вот, вот у них вон как получается. А почему я-то, вот-вот я, у меня руки-ноги есть, а у меня так не получается. И вот это вот такой момент, да, когда так плохо. Ты сам себе делаешь своими мыслями. Вот понимаете, это тоже я прошла всё. Я сейчас просто, если хочу смотреть, да, я смотрю и радуюсь за этих людей, и думаю, и я так смогу, и у меня так будет, если я сильно-сильно этого захочу. И с утра лучше всего, мои хорошие, пока наш мозг чистый, пока он не обременён нашими же убеждениями, которые в нас живут, лучше всего, если бы не заниматься. Лучше заняться своей жизнью, собою. Вот осознание себя сделать. Кто я в этом мире? Как я себя позиционирую? Что я несу в этот мир? Если не так глобально, то хотя бы вообще поблагодарить своё тело за то, что оно функциклирует, за то, что оно что-то делает для вас. И когда вот живёшь не такими глобальными мыслями, да, вот что изменить, развестись или ещё там что-то, всё по-другому начинает внутри складываться. И Бог помогает, потому что без Бога в этой жизни мы никто, мы вообще ничего не можем. Если мы думаем, что всего мы достигли сами, то тут мы глубоко-глубоко ошибаемся. И когда у нас что-то получается, надо в первую очередь хвалу воздавать Богу. Я не фанат. Я просто это всё проходила, и я понимаю, что сами по себе мы вообще никто и ничто в этом мире. И не хочется мне плакать из-за этого. Я рада, что я осознала это. И что... Заходи, Марусь, чего там у нас? Я не хочу сходить. И что всё так здорово происходит, что мы учимся потихонечку, по ступенечкам идём. Не надо шлю шлёпать, подожди. Я очень благодарна вот за это своё осознание, за этот рост, что вот эти все падения, они меня приводили к каким-то мыслям правильным. Ну, я знаю, правильного неправильного не существует, но к мыслям, которые меня поднимали наверх, на плаву меня опять оставляли, в общем. И всё вот это я вам рассказываю. Только из-за того, что вы мне пишите, спрашиваете. Если не спрашиваете, я это всё сама по себе проживаю, с вами, видите, как делюсь, у меня вот такой вот... ком мыслей в голове, которые хотят вылиться на вас. И задавайте вопросы, спрашивайте потихонечку. И я вот... У меня тоже такая мысль была, что вот что в Инстаграм публиковать? Уже всё известно, всем кругом всё давно известно. И я поняла, что я буду публиковать видео, как я шью кукол. Вот. В общем... В общем, ждите. Я созрела. Я одумалась. И знаете, когда другим делаешь хорошо что-то, безвозмездно, просто хорошо, когда людям приятно, то и нам тоже становится приятно. Вот, мои хорошие. Сказала мне всё, что в голове. Как-то надо писать конспект, наверное, и по плану говорить. Ну, в общем, если есть вопросы, задавайте. Я постараюсь ответить. И я только отвечаю из своего опыта, что я проживала, что я чувствовала, и как я с этим справлялась. Пока, мои хорошие. До новых встреч. Я вас люблю и очень-очень-очень благодарю. Вас благодарю. Мир благодарю за то, что на меня всё наваливается, а я это всё с этим разбираюсь потом. Спасибо вам большущее. Пока-пока, мои золотые. Пока-пока.